А почему вы считаете, что они запрещены? Потому что яблоко – это пятая колонна, ребята. Они хотят нашу страну разрушить. Потому что тут дурдом. Потому что наше правительство боится услышать о себе правду. Ну, мы, в принципе, стоим, я думаю, что на пороге госпереворота какого-то. Но это мой взгляд. Я не в курсе, вообще запрещены они или нет. Я сама не протестую. Возможно, сейчас не самое удобное для государства время для того, чтобы люди могли открыто выражать свою позицию. А почему вы считаете, что они запрещены? Я, насколько знаю, пожалуйста, подавайте документы, что вы хотите там сделать что-то, что-то. И вам разрешат. Другое дело – вам не разрешат там, где вы хотите. Допустим, на Красной площади. А потому что это бестолку. Вроде как эти протестанты или протестующие, там, они там вроде и хорошие идеи излагают, но не к месту и не вовремя. К политическим играм, что ли, как это правильно назвать, они им просто-напросто, они мешают. Как бы они правильно все говорят эти там ребята, да, но хороша ложка к обеду. Они не запрещены, они в порядке законодательства Российской Федерации. Потому что яблоко – это пятая колонна, ребята. Они хотят нашу страну разрушить. Вы все равно это не выкинете. Я патриот, ребята, я за Россию. Я сдохну за нее, буду есть крупу, ячмень, но я буду за Россию. Ну, потому что Россию запрещено. Ну, это постепенно произошло после Болотной, я думаю. Ну, то есть гайки закручивались постепенно. Когда Путин увидел в 2012 году, сколько людей. И нас пытаются перевести на внешние проблемы, ну, это классическая схема. И когда внутри начинают, нужно всеми силами. Ну, собственно, поэтому и приняли новые законы. Когда сейчас элементарно за репост могут посадить и так далее, уже есть прецеденты. Меня друга в СИЗО на полгода закрыли просто за лайк ВКонтакте. Они разве запрещены в пределах там разрешенного? Пожалуйста, протестуйте. А ну а что сейчас протестовать? Сейчас молиться надо? Ну, для спокойствия населения, пока петух жареный не клюнет, протесты не будут. Это даже не от запрещения зависит. Это зависит от того, что нет потребности. А никакие запрещения на протесты не остановят. Явно, чтобы, наверное, не сугублять ситуацию. Типа, и так достаточно агрессивная обстановка. Ну, объясняется то, что люди должны жить в мире и любить друг друга. Потому что тут дурдом. По-другому не скажешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok